Всем привет! На что продолжать собирать комнату? Как вы видите, уже почти все этапы завершил. Шкафы вам еще не показывают, полки все висят. Кровать, которую вы видели у меня на канале, сборочку, вот она стоит. Но сегодня речь пойдет не об этом. В сегодняшнем видео, как я говорил, я разделю сборку кровати и сборку письменного стола. Плюс, потом будет третье видео, полностью сборка всей комнаты. Почему я разбиваю, чтобы не растягивать видео, не делать его там часовым? Ну и так, последнее видео получится довольно-таки большое, объемное. Поэтому кровать отдельно полуторка. И сейчас будем говорить о письменном столе. Письменный стол полностью показывает все этапы. Присадки по эксцентриковой стяжке, она же минификс и шканты. Также будем собирать полочки. Все это показываю подробно. Поехали смотреть. Итак, вот лежат детали, которые сейчас я буду делать в присадку. Эта перегородка идет в тумбу. Это и лежат ящики, лежат здесь фасады, которые будем также собирать. Показывать, как я и показывал на кровати, если вы смотрели. Если кто не видел, покажу, как их легко навесить. Делаем присадочку всех этих деталей. Сейчас все подробно. Примерно вот моя комната, так и получается, как вначале вы видели. Примерно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Как вы видите, сверление я специально развернул в задние стенки для того, чтобы не клеить наклейки. Конечно, можно и наклеить наклейки, повернуть сюда, но зачем это надо? Это получается нога, лицевая сторона, соответственно, сверловки вообще не видно. Теперь, когда поперечину закрепили ножки стола, поднимаем и уже крепим с собой. И так же сразу сжимаем эксцентровую стяжку. Сейчас буду подгонять столешницу, заложу такие прокладки. Для чего я это делаю? Я хочу сделать здесь ножки, сейчас объясню. Ложу сразу столешницу. Так, здесь все идеально легло. Ну, примерно вот так вот будет выглядеть мой стол. Сейчас покажу, что я буду делать. Сюда, где я подложу прокладки, я сейчас более-менее ровно вымелью высоту. Посмотрю по черте ржан, сверюсь. И я буду делать вот такие ножки. Это идет обыкновенная мебельная ножка, но я буду делать такой эффект, что на этих ножках у меня будет крепиться столешница. То есть, спереди две и сзади две. И больше никаких, не ДСП. Обычно крепят, как запиливают ДСП, ставят, ну, как бы прячут, но оно все равно видно. А я именно поставлю, что будут стоять такие ножки. Как вы видите, они большие. Я сюда буду забивать брусок 40 на 40, отпиливать, сверлить под эксцентриковую стяжку и все это затягивать. Ну, что хочу показать, как я сейчас буду делать данную ножку. Укорачивать, вбивать туда брусок. Все это подробно. Сразу достаем заглушки. Они достаются очень легко. Доставим. Теперь, то, что я говорил по чертежу, мне надо посмотреть, потому что я не помню это расстояние, сколько будет. Это получается 725 минус 573 и минус... Панель идет 36, это получается 2 по 36, 72. Получается, надо 80 миллиметров. 80 миллиметров. Это, соответственно, у нас 8 сантиметров, все знают. Теперь размечаемся. Размечаю специально все четыре стороны. Для чего это делаю? Потому что пилю с помощью стусла, как бы можно довериться, что будет идеально. Но при пилении лучше проверять. Потому что инструмент ручной и можно сделать чуть-чуть случайный перекос. А почему может получиться перекос? Потому что стенка тонкая, вы ее пропиливаете, где-то может подкусить, дернуть у вас в руках, чуть-чуть сдвинется, и вы просто этого не заметите. Итак, я разметил. У меня получается везде 80 миллиметров, а не до 80 сантиметров. Это ставим в сторону. Теперь мне надо разметить брусок. Брусок еще раз повторяю, 40 на 40, так же, как получается у нас ножка. Ножку я специально брал длиннее, потому что размер не помнил. И вроде бы, если не ошибаюсь, они идут 40 на 40, 60 на 40, и получается 100 на 40 и 120 на 40. Если я правильно размеры помню. Утверждать не буду, но вроде бы размеры такие. Итак, еще проверяем брусок. Размер соответствует. Идем пилить. Для того, чтобы нить сейчас не поцарапать ножку, потому что здесь идет металлическая поверхность, я использую бумажку. И начинаю пилить. Вот про что я и говорил. Видите, как подкусило. Теперь переворачиваем вторую сторону. И так же пропиливаем. Ну вот, у нас получился ровный спил. Этот кусочек уже никуда не пригодится, хотя можно и использовать. И остается пропилить наш брусок. И все это сейчас вместе совместить. Ну что, теперь остается забить данный брусок. Бруски могут быть неровные, поэтому сразу проверяйте, чтобы он захотел хорошо. И вот так вот с помощью пуски ехать. Осаживаем. Получается у нас вот такая ножка. Не пустотелая. Для чего это будем показывать дальше подробнее. На данном этапе, пока мы их забиваем. Главное правильно вы уберите брусок, чтобы у вас данную ножку не порвало. Потому что все-таки алюминию тонкий, может деформироваться. Желательно брусок забрать в магазине, чтобы он был сушеный и обработанный. У меня брусок без обработки, как вы видите. И он как бы вбивается чуть-чуть тяжелее. При этом есть вероятность, что может где-то деформировать чуть-чуть ножку. Вот вроде бы все идеально вбилось. Сейчас буду засверливаться. Итак, самую разметку я вам не показал, потому что здесь получается ножка сороковка. Два отсюда, получается центр. Просверливаем отверстия с двух сторон. И так на всех четырех ножку. Просверливаем отверстия с двух сторон. Теперь мне остается сделать отверстия запаковые для эксцентриковой стяжки. На примере последней ножки хочу показать, как сделать вот такую сверловку. Почему я сделал такую сверловку именно с двух сторон? Можно было бы как бы сделать с одной стороны и это спрятать к стенке, чтобы это было не видно. Но минус в том, что мне не позволяет данный размер ножки. Она идет 80-ка. Для полноценного сверления под эксцентриковую стяжку или минификс, которые у меня имеются, мне надо 36. Я, получается, отступаю 30-ку. Соответственно, центр размечаю и отступаю также 30-ку. Почему я так сделал? Если бы я сделал 36, эти два отверстия между собой бы пересеклись. Для того, чтобы избежать данного пересечения, соответственно, я сделал на 6 мм, сместил. Так как у меня эксцентриковых стяжек других нет, я, соответственно, буду в данной панели, я уже так делал в одном столе, вам покажу в видео в конце. Я делал чуть-чуть глубже, потому что это 36 углублялся на эти 6 мм и, соответственно, делал сверловку уже под самую стяжечку внутри. Ничего страшного, оно держится и держится идеально. Это все вам продемонстрирую. Давайте сейчас засвернемся, сделаем здесь отверстие. Просто беру сверло фостнера без кондуктора. И делаю сверловку. В самом начале не спешите, потому что может произойти отрывание вот такой пластинки. Ее надо будет достать вам вручную, потому что она просто начинает внутри крутиться, тем самым разогревая брусок. Дальше уже просверливаемся. Прошел до центра. Выгоняя излишки стружек оттуда, получается вот такое сверление. Для того, чтобы нам в последующем наклеить наклеечку, сделать декоративную, снимаем по краям стружку, тем самым уравняем и делаем второе наше отверстие. Прятая долгая. Прошел до центра. Работа. Прошел. 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 ну что также проходим края снимаем заусенцы и получается вот такая у нас сверловочка остается сейчас установить на столешницу все это закрепить с помощью эксцентриковой стяжки ну что сейчас буду размечать данные ножки делаю расстояние от края получается по 7 отступает метров почему я отступаю от края по 7 сантиметров получится более такой парящий эффект сейчас это закреплюсь покажу вам размечаю сразу вторую сторону и размечаю сейчас внутренние теперь как разметить внутреннюю внутреннюю мне надо получается так как я отступил по семерке от края тумба у меня шириной 45 я беру уже по намеченному отмеряю 45 и получается минус 7 это у нас выходит 38 ставлю отметку на 38 соответственно отступаю 7 от края и также размечаю вторую сторону но предварительно проверю еще разок 45 38 также здесь делаю разметочку 45 38 нет получается отмечаю где будут свериться теперь как я уже говорил мне сейчас надо сделать утопленное потому что здесь и уменьшил размер до эксцентриковой стяжки получается мне надо на 6 миллиметров утопить беру сверло восьмерка так как идет на эксцентриковой стяжки данный диаметр 7 я беру восьмерочку отметил 6 миллиметров с помощью малярной ленты вот так мы утопливаем и делаем все четыре отверстия теперь меняю сверло на пятерку также уже отметил расстояние и делаю сверление под эксцентрик а 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 и теперь закручиваем сам эксцентрик а 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 получается у нас с вами с стороны это соответственно ножку Я ставлю таким образом, чтобы у меня не было видно сверления. И теперь затягиваем все ножки. И фиксируем теперь последнюю. Теперь, чтобы было проще разметиться, потому что где-то может быть чуть-чуть смещение и не совпадать, я беру столешницу, переворачиваю и непосредственно буду размечать на тумбе края и делать сверловку. Ну а теперь мне остается выставить ровное расстояние, чтобы было, посмотреть, убедиться, что стоит ровно. И вот получится у меня такой эффект. Остается засверлиться и так зажать. Итак, выставляю. Беру с помощью уровня, смотрю, чтобы прилегало. Ровняю, также уравняю края. И теперь просто отмечаю с помощью карандаша там, где у меня идут ножки. Отмечаю две стороны для того, чтобы мне видеть этот квадрат. Соответственно, разметить. Теперь снимаю столешницу, уложу ее в сторону и начинаю делать сверловку. После этого будем крепить. Теперь также делаю сверловку, чуть-чуть утапливаю. Вот так. Еще разметить. Смотрите продолжение в следующей серии. И ложим столешницу назад. И да, перед тем, как положить столешницу, вытираем с помощью эластика данную разметку. Вот так вот она легко убирается, потом этого ничего не видно, и у вас чистый фасад. В данном случае изделия. Смотрите продолжение в следующей серии. Честно скажу, как сразу тяжело попадать сразу на шесть отверстий, чтобы они все стали идеальными. Но это у меня все-таки вышло. Все, сейчас зажимаю эксцентрики. И заборочка на этом завершается. Вот так вот. 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 Ну вот как выглядит данное крепление. Вы спокойно можете поднимать стол, переносить, переставлять куда вам угодно. И ничего с ним не будет. Шата никакого. Все стоит идеально. Итак, остается мне собрать ящики. Я подготовил детали, посмотрел каждую сторону. Почему я посмотрел именно каждую сторону. Сейчас поднесу, покажу. Я уже в одном видео говорил. Имеются такие сколы. Как видите, поклеена кромка. Если этот скол, допустим, ящик, вы закрутите во внутреннюю сторону, то есть она получится у внешнего ящика, этот скол будет просматриваться. Да, там заложится, чем-нибудь не будет видно. Но можно, просмотревши такие сколы, избежать подобных вещей, поставить ровненькую сторону. Тем самым будет красивый ящик. А эта часть будет внутри и она не будет видна. Для установки ящиков, то есть их направляющих, я буду использовать данный кондуктор. На него есть у меня обзор. Там я рассказывал о нем. В этом видео я уже подробно не буду о нем рассказывать. Просто покажу, как я им работаю. И на этом все. Давайте, да, ссылочка будет внизу в описании. Давайте собирать ящики. Сейчас каждую деталь я размечаю. Она у меня идет десятка. Отступаю по 2 сантиметра с каждой стороной. Делаю разметку 9 миллиметров и каждую деталь. Всё. Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Получается, сразу вы делаете 4 разметочки. Тем самым ускоряем нашу работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как я накернился, я откладываю в сторону. Беру две, которые мне нужны на данном этапе сборки. И для того, чтобы вышло ровное сверление, вложу что-нибудь вовнутрь, что соответствует углу 90 градусов. Так как у меня зажима не имеется, поэтому пока работаю так. Делаем сразу одно отверстие. Чтобы нам дальше не держать руками, сверляя последующее отверстие, зажимаем. Первый конфермат. Ну и вторая отверстия уже делается спокойно. Погнал «рубедый» Продолжение следует... поясните, что «рубедый» или «рубедный». Продолжение следует... 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 Можно так сказать, на данном этапе сборка стола завершена, фасады все на месте, ящики у меня с доводчиком направляющие, еще они не разработались, но в ближайшее время будут ходить намного плавнее. Вот так выглядит мой стол, жду ручки, поэтому не знаю сколько еще, 2 недели будет, 3 недели, заказал на Алиэкспресс, сделаю отдельный обзор по ручкам, ну соответственно уже тогда увидите как выглядит именно данный стол у меня с ручками, если это будет вам интересно. На данном этапе видео выпускаю так, как есть. Всем спасибо за просмотр, до встречи в новых видео, всем пока-пока.